Разберем очередное тригонометрическое уравнение. На этот раз с двумя переменными. Как обычно перед просмотром попробуйте решить это уравнение самостоятельно. Первые два слагаемых пока перепишем. cosx плюс cosy минус... А косинусу мы распишем по готовой формуле. Это будет у нас произведение косинусов. cosx на cosy. Минус произведение синусов да еще один минус даст нам плюс. Поэтому мы получим плюс синус х на синус у. И все это равно 3 вторых. И вот теперь удобно для решения использовать так называемую универсальную тригонометрическую подстановку. А именно cosx можно заменить через тангенс половинного угла по формуле. 1 минус тангенс в квадрате x пополам разделить на 1 плюс тангенс в квадрате x пополам. И синус х мы сможем заменить по формуле 2 тангенс x пополам разделить на 1 плюс тангенс в квадрате x пополам. Кому интересно, вывод этих формул вы сможете посмотреть по ссылке в описании к этому видео. И теперь, естественно, что косинус y и синус y выражаются аналогично. То есть тогда здесь будет уже y пополам и здесь тоже. Ну и теперь можно будет заменить тангенс x пополам, предположим, на a, а тангенс y пополам на b. Тогда косинус x мы заменяем вот этой дробью и сразу вместо тангенса x пополам подставляем a. В результате от косинуса у нас получится 1 минус a квадрат разделить на 1 плюс a квадрат плюс косинус y. Это 1 минус b квадрат разделить на 1 плюс b квадрат. Минус произведения косинусов. Значит, надо эти дроби теперь перемножить. 1 минус a квадрат разделить на 1 плюс a квадрат умножить на 1 минус b квадрат разделить на 1 плюс b в квадрате. Плюс произведения синусов. Вот у нас синусы. Значит, это будет у нас тогда 2а разделить на 1 плюс a квадрат и умножить на 2b единица плюс b в квадрате. И все это равно 3 вторых. Теперь в левой части можно все привести к общему знаменателю, привести подобные слагаемые. И тогда давайте сразу запишем, что у нас в результате получится. Тогда в левой части получится после преобразования дробь в знаменателе 1 плюс a квадрат умножить на 1 плюс b квадрат. А в числителе у нас после приведения подобных слагаемых у нас получится 1 минус 3а квадрат b квадрат плюс a квадрат плюс b квадрат и плюс 4а b. Все это равно 3 вторых. Дальше можно также скобки в знаменателе перемножить и по основному свойству пропорции перемножить крест-накрест. То есть произведение крайних членов равно произведению средних членов. Перемножаем по свойству пропорции, сразу все переносим в одну сторону и приводим подобные слагаемые. Тогда у нас в результате после приведения подобных слагаемых получается в левой части у нас получается сумма 1 плюс 9а квадрат b квадрат плюс a квадрат плюс b квадрат и минус 8а b равно 0. И вот теперь удобно выделить в левой части два полных квадрата. Для этого мы минус 8а b можем разложить как минус 6а b и минус 2а b. И вот теперь для вот этих квадратов нам не хватает до полного квадрата минус 2а b, а вот этим двум слагаемым не хватает до полного квадрата минус 6а b. Таким образом в левой части мы получим сумму двух полных квадратов. Первый полный квадрат это будет у нас 3а b минус 1 и все это в квадрате плюс a минус b и все это в квадрате равно 0. Сумма двух неотрицательных чисел равна 0 тогда и только тогда, когда одновременно каждая из слагаемых равно 0. Пишем систему и приравниваем каждое слагаемое, я имею ввиду основание вот этих квадратов, к 0. Тогда у нас получается 3а b минус 1 равно 0 и а минус b равно 0. Откуда? Во-первых, а равно b, а здесь у нас получается а квадрат равно 1 третий. Таким образом у нас получается а равно b и а равно плюс минус 1 разделить на корень из 3. Ну и теперь если мы берем а равное минус 1 на корень из 3, тогда b будет также равно минус 1 на корень из 3. То есть мы получим две пары корней. Давайте так и запишем. Первая пара это а равно минус 1 на корень из 3 и b тогда будет равно минус 1 разделить на корень из 3. Или вторая пара нас устраивает, когда а равно 1 на корень из 3 и b равно 1 разделить на корень из 3. Ну и теперь только остается сделать обратную замену и найти x. Это сделать не сложно. Давайте сразу, наверное, запишем результат. То есть у нас получится две системы. Первая система у нас будет иметь вид x пополам будет равно сколько там у нас получается арктангенс минус 1 на корень из 3 минус выносим. Получается минус арктангенс 1 деленное на корень из 3 это будет минус и на 6. То есть x пополам равно минус пи на 6 плюс пи n. n принадлежит множеству целых чисел. И y пополам равно минус пи на 6 плюс пи k, где k принадлежит множеству целых чисел. Или вторая система это x пополам равно пи на 6 плюс пи k, где k принадлежит множество целых чисел. Далее можно умножить обе части на 2 и получаем, вот для этой системы мы получаем первую пару, для второй системы мы получаем вторую пару. Можно сразу записать ответ. То есть пишем готовый ответ. Пишем ответ. Первая пара. Вот отсюда находим x. Тогда у нас получается минус пи на 3. Мы умножаем обе части на 2. Минус пи на 3 плюс 2 пи n. И y находим из второго. На 2 тоже умножаем. Получаем минус пи на 3 плюс 2 пи k. Из второй системы находим вторую пару, которая нас устраивает. Это получается, вместо переменной x у нас получается на 2 умножаем. Это будет пи на 3 плюс 2 пи n. И y равен пи на 3 плюс 2 пи k. Где n принадлежит множеству целых чисел. И k также принадлежит множеству целых чисел. Задача решена. Кому решение задач понятно, не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов в комментариях к этому видео.